Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Папазова Ирина Павловна. Я являюсь учителем физики Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления города Алматы. Мы продолжаем серию семинаров по критериальному оцениванию. Тема сегодняшнего семинара – «Организация и проведение формативного оценивания по разделу «Кинематика». Данный раздел изучается по физике в девятом классе. Целью семинара является продемонстрировать один из подходов проведения формативного оценивания по физике при изучении раздела «Кинематика». Второе – оценить эффективность выбранного подхода формативного оценивания для поддержки обучения учащихся. И третье – обсудить различные виды обратной связи. Но прежде чем приступить к обсуждению формативного оценивания, давайте вспомним, что же представляет собой критериальное оценивание и для чего служит формативное оценивание. Обратимся к нормативному документу, к руководству по критериальному оцениванию. Согласно этому документу, критериальное оценивание – это процесс соотнесения реально достигнутых обучающимся результатов обучения с ожидаемыми результатами обучения на основе четко выработанных критериев. Целью критериального оценивания является получение объективной информации о результатах обучения обучающихся на основе критериев оценивания и предоставлении ее всем заинтересованным участникам для дальнейшего совершенствования учебного процесса. Очень важным процессом критериального оценивания является формативное оценивание. Формативное оценивание – это вид оценивания, который проводится в ходе проведения работы в классе, является текущим показателем успеваемости обучающихся, обеспечивает оперативную взаимосвязь между обучающимся и учителем в ходе обучения, обратную связь между учеником и учителем и позволяет совершенствовать образовательный процесс. Другими словами, формативное оценивание – это оценивание для обучения, оценивание во время обучения, которое позволяет учащемуся определить, на каком уровне обучения он находится, а учителю определить, какую поддержку он должен оказать учащимся, как правильно спланировать дальнейший процесс преподавания. При формативном оценивании раздела «Кинематика» мы будем опираться на следующие цели обучения. Первое – это знать уравнение координаты перемещения и скорости при равномерном прямолинейном движении, использовать графические методы для предоставления перемещения скалярной скорости, векторной скорости и ускорения, уметь аргументировать свою точку зрения по имеющимся фактам и данным наблюдений. На основании этих целей обучения, вместе с учащимися, можно сформулировать следующие критерии оценивания. Первое – знает уравнение координаты перемещения и скорости при равномерном прямолинейном движении. Второе – знает уравнение координаты перемещения и скорости при ускоренном прямолинейном движении. Третье – использует графические методы для предоставления перемещения скалярной скорости, векторной скорости и ускорения, умеет аргументировать свою точку зрения по имеющимся фактам и данным наблюдений. Структура урока, на котором осуществляется формативное оценивание по данным критериям, включает в себя следующие этапы. Первый этап – это обсуждение с учащимися целей обучения, целей урока и критериев оценивания. Второй этап – непосредственно выполнение экспериментов. При этом учащиеся будут делиться на группы, работать с приборами и строить графики. Третий этап – непосредственно презентация графиков, анализ этих графиков, вывод из своей работы. И четвертый этап – это рефлексия. Учащиеся будут отвечать на вопросы, чему он научился на уроке, что еще хотел бы узнать, чем хотел бы поделиться, какой деятельностью он хотел бы заняться. Формат формативного оценивания может быть любым. Это письменная работа, устный ответ, групповая работа, домашняя работа и так далее. Но физика – это экспериментальная наука и в соответствии с обновленной программой, имеет практико-ориентированную направленность, то есть направлена на развитие исследовательских навыков учащихся, умение применять полученные знания на практике. Поэтому формативное оценивание было решено провести в форме практической работы. Данный вид формативного оценивания по кинематике проводится после того, как учащимся были пройдены основные виды движения – прямолинейное равномерное движение и прямолинейное равноускоренное движение. Уважаемые ребята, на сегодняшнем уроке мы проводим с вами формативное оценивание по разделу физики 9 класса кинематика. К сегодняшнему уроку мы делаем акцент на следующие цели обучения. Первое – это знать уравнение координаты перемещения и скорости при равномерном прямолинейном движении. Второе – использовать графические методы для предоставления перемещения скалярной скорости, векторной скорости и ускорения. Уметь аргументировать свою точку зрения по имеющимся фактам и данным наблюдениям. Давайте в начале урока, ребята, мы с вами определимся, каковы же критерии оценивания нашего сегодняшнего урока. Давайте посмотрим, как вы думаете. Хорошо, пожалуйста. Первое. Первое критерие оценивания будет. Ученик знает уравнение координаты перемещения и скорости при равном прямолинейном движении. Все согласны, да? Хорошо. Еще, пожалуйста. Ученик знает уравнение координаты перемещения и скорости при равномскоренном движении. Отлично. Хорошо. Еще. В зависимости с целями, пожалуйста. Ученик умеет аргументировать свою точку зрения по имеющимся фактам и данным наблюдениям. Все верно. Ну, в принципе, мы охватили все цели обучения, поэтому можно сказать, что критерии оценивания все вы перечислили. Итак, каким образом будет проходить сегодняшнее формативное оценивание? Сегодняшнее формативное оценивание будет проходить в виде практического занятия. То есть вы сейчас разделитесь на четыре группы. Одна группа будет исследовать зависимость скорости от времени при прямолинейном равномерном движении. Вторая группа будет исследовать зависимость перемещения от времени при прямолинейном равномерном движении. Третья группа будет исследовать зависимость скорости при равноускоренном движении. И четвертая группа – зависимость перемещения при равноускоренном движении. Вот у нас здесь приготовлены уже приборы. Давайте сейчас мы с вами разделимся на 4 группы. Это получается где-то по 3 человека. По 3 человека в одной группе будет 4 человека. Итак, друзья мои, пожалуйста, давайте, вы можете пересесть, как вам удобно, по интересам. После выполнения экспериментов, ребята, на основании своих данных вы построите графики. Графики и затем вы представите свои графики. То есть выберите одного человека, спикера, который расскажет о ваших исследованиях и о зависимости, которые у вас должны получиться. Сейчас я предлагаю вам распределить обязанности в группах. Кто из вас будет ответственный отвечать за проведение эксперимента, кто будет отвечать за построение графика, а кто будет презентовать вашу работу. Пожалуйста, можете в своих группах обсудить этот вопрос и приступить к выполнению заданий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, все группы закончили свою работу. Сейчас, пожалуйста, тот человек, которого вы выбрали в виде спикера, нам расскажет о вашей работе. Первая предоставляет нам свою презентацию, свою работу предоставляет группа, которая занималась исследованием равномерного движения. Наша группа занималась измерением скорости при равномерном движении. Мы провели по 5 экспериментов на 2 разные скорости тележки, на минимальной и на средней. Мы вычислили скорость. По формуле скорость равняется проекция перемещения, деленная на время. И начав это все на графике, мы поняли, что график представляет прямую линию. Значит, что скорость при равномерном равномерном движении постоянная величина. Следующая группа рассказывает нам о исследовании перемещения при прямолинейном равномерном движении. Пожалуйста. Наша группа занималась изучением зависимости перемещения от времени. И мы взяли две разные скорости. Одну скорость больше, другую меньше. И по нашему графику мы можем определить то, что перемещение от времени зависит прямо пропорционально. И мы выявили формулу S равен скорость, умноженная на время. Ребята, скажите, пожалуйста, не видите ли вы ошибку вот на этом плакате? Пожалуйста, Сулейман. Вот мы здесь допустили ошибку. Здесь правильная такая правая формула. Перемещение равно скорости нужного времени и над перемещением и скоростью должно быть стрелочкой. А левая формула, она правильная. То есть у вас на графике, график зависимости, что собой представляет? Прямая линия, проходящая через начало координат. А если прямая проходит через начало координат, это значит, что у нас какая зависимость? Прямо пропорциональная зависимость. А если у нас имеется S нулевой, то уже не прям пропорциональная зависимость, а линейная зависимость. Значит, вот та формула, что справа, она более правильная. Более правильная. Хорошо. Хорошо, спасибо. Следующая группа, которая нам представляет свою работу, это группа, которая занималась исследованием скорости при равноускоренном движении. Пожалуйста. Да, наша группа занималась выявлением зависимости скорости от времени. Мы измерили мгновенную скорость на разных расстояниях. Также измерили время, за которое тележка проходит данное расстояние. И у нас получилась линейная зависимость. Мы старались в эксперименте, в нашем графике вы можете видеть то, что прямая не проходит через начало координат. И это обуславливается небольшой погрешностью, так как было сложно запустить тележку без начальной скорости. Этот эксперимент можно улучшить, если у нас будет автозапуск. Мы выявили формулу Vx равно V0x на Аt, где А это коэффициент прям пропорциональности. И последняя группа, которая расскажет нам о своей работе, это группа, которая занималась исследованием перемещения при равноускоренном движении. Пожалуйста. Наша группа занималась исследованием зависимости перемещения от времени при равноускоренном движении по наклонной плоскости. И результатом наших экспериментов получилось в виде параболы. Благодаря этим экспериментам мы поняли зависимость. Мы выявили формулу, при которой перемещение зависит от времени. Также мы благодаря этому выяснили, что перемещение зависит от времени прямо пропорционально. Поэтому у нас получилось, что график теперь прямой. Так. А значит, ветвь параболы означает, что перемещение зависит от времени? По второй степени. Все верно. Все верно. Так. Ну хорошо. То есть вы своими экспериментами подтвердили уравнение зависимости перемещения от времени, которое мы с вами выводили математически. Уважаемые ребята, параллельно с выступлением ваших спикеров, у нас Элина занималась тем, что составляла обобщающую таблицу. То есть на основании ваших экспериментов у нас получилась вот такая таблица. Давайте мы распространим с вами, значит, вот заполним эту таблицу, то, что касается координат. При равномерном, прямолинейном движении у нас уравнение координаты как запишется? Х равно х нулевое плюс в х т. Пожалуйста. Графиком тогда является графиком зависимости х от т длинная функция прямая линия. Да. При равномерном движении координата х равно х нулевое плюс в нлевое х т плюс а т квадрат по плану. и графиком является марабан. Так, посмотрим внимательно на уравнение координаты. на уравнение координаты. Все ли здесь верно? Да. Все согласны, да? Здесь у нас V нулевое. Правильно. согласится. Ну и последнее, чтобы закончить нашу обобщающую таблицу, давайте запишем, чему равно ускорение. Ускорение здесь равно измене скорости, деленное на промышленное время, за которое… здесь у нас равномерное движение, да? И графиком является линия, которая лежит на оси времени. Почему на оси времени, ребята? Потому что при равномерном движении ускорение равно нулю. Так, ну и при равном ускоренном движении здесь мы можем записать равно нулю, равно нулю. Ну, правильнее было бы здесь описать форму на ускорение. Если мы в форме проекции мы записываем, то у нас нужно писать… Здесь графиком являться прямая параллельная оси времени. Ну, таким образом, таким образом, ребят, смотрите, на основании ваших экспериментов, которые подтвердили математические формулы, которые мы с вами вывели на предыдущих уроках, да, вот мы обобщили те знания, значит, которые вы получили, изучая равнопрямолинейное равномерное и прямолинейное равноускоренное движение. Спасибо.